Скандал в Калининграде. Медпомощь в этом городе теперь оказывают в подъезде. И не потому, что там стало плохо человеку, а потому, что врач отказалась подниматься в квартиру. И дедушке пришлось нести больного ребенка на руках вниз на первый этаж. О подъездной в медицине в репортаже Ольги Князевой. По этой лестнице шесть этажей вниз. Он нес внука на руках. Называется, вызвал врача на дом. Педиатр решила устроить прием на первом этаже холодного подъезда. Подниматься в квартиру отказалась, когда поняла, что лифт не работает. Я говорю, как ребенка вниз привезти? Он же раздетый, больной, температура 38. А сколько ему лет? Я говорю, 5 лет. Ну, ничего страшного, приведете. Эта история случилась в Калининграде. Пятилетний Миша приехал на каникулы к бабушке и дедушке. И заболел. Врача вызвали сразу. Испугались. Кругом грипп на руках ребенок с температурой. Родители которого почти за тысячу километров в Петербурге. Практически нет освещения. Дует с подъезда. Здесь холодно. Мусорокровод рядом. Коробка с мусором, с газетами. Как можно в таком было? В этом варианте смотреть ребенка. А не война, что ли? По словам родных, Миша кашлял и с трудом стоял на ногах. Но врача это не смутило. Она сделала все, что положено. Послушала легкие, осмотрела горло и уши. Руки мыть негде. Диагноз в прямом смысле на коленке. ОРВИ. Через неделю мальчик поправился. Мишин отец уверен. Повезло. Сценарий мог быть и другим. Был такой момент, что я уже готов был хоть ехать туда. Но вы понимаете сами. Ситуация, что в группе была скарлатина у младшего. Он уезжает туда. Неколесерно оказывает помощь. Диагноз под сомнением. Претензия в региональный Минздрав. И эта история уже не конфликт между врачом и отдельно взятой семьей. О поступке калининградского педиатра узнали коллеги и пациенты. Это поликлиника номер 6. Врача, который осматривал Мишу, на месте нет. Взяла больничный замминистра здравоохранения Калининградской области. Раньше была главврачом в 6-й поликлинике. Эту сотрудницу знает лично. Говорит, подняться по лестнице она, возможно, не могла из-за хронического заболевания. Учитывая наш дефицит кадров, администрация поликлиник, конечно, уговаривает докторов и, в общем-то, забыть о своих недугах. Все, что было нужно сделать, было нужно передать этот вызов. В тот день в поликлинике было три дежурных врача. Но бывает так, что передать вызов просто некому, рассказывают пациенты. Медиков в Калининграде действительно не хватает. У нас была ситуация такова, что работал на 3000 детского населения один педиатр. У меня заболел сын. В вызове врача было отказано. Мотивировка такая, что работает один доктор, и он принимает детей только в поликлинике. Истории много, развязки разные. В 2015-м в Ульяновске девятилетнему мальчику поставили диагноз ОРВИ. Температура 40. Врачи скорой настояли на стационаре. А врачи в стационаре не нашли лишнюю койку. Отправили выздоравливать домой. Через два дня мальчик скончался. Возможно, родителям стоило спорить с медиками, как это сделали авторы вот этого видео. Перестраховываются вплоть до мелочей. Мама и бабушка не пускают фельдшера к ребенку. Просят сначала надеть бахилы. Вам неужели трудно? Я же еще раз говорю, по инструкции надо подливать бахилы. Я вас не пущу к своему ребенку. На будущее вызывайте коммерческую службу. У них в инструкции положено. Врачи диктуют правила. Родители лезут на рожон. Бывает и наоборот. Страдают в итоге дети. Впрочем, факты в истории с осмотром в подъезде говорят все-таки против врача. Ведь даже если предположить, педиатр не могла физически подняться по лестнице. Свою помощь ей несколько раз предложили родные мальчика. Давайте я вам помогу. Она, нет, я не пойду. Я сказала, ведите ребенка вниз. В семье не уверены, что хотят писать заявление в прокуратуру. Надеются, что в Минздраве сами разберутся. Мишин дед, капитан первого ранга. Жаловаться не привык. Просто хочет понять, почему нельзя было поступить по-человечески.